Мои солнышки, всем привет! Давно уже не записывала вам видео про свою черепашку Тяпу, любимую. Сегодня поменяла я акватиратор. Видите, сейчас водичка еще настаивается. Интенсивно работает обогреватель, нагреватель воды. Вот температура должна быть 25-26, и я ее пересажу. Вот она, моя хорошая, ждет момент, когда я ее пересажу в ее домик. Тяпочка, ну потерпи, моя солнышко, моя лапочка. Она очень сильно любит свой дом, моя хорошая. Что хочу вам рассказать. Чтобы побыстрее нагревалась водичка, я, допустим, воду заливаю непосредственно из-под крана. Что я делаю? Я ее обеззараживаю перекисью водорода, трехпроцентной. Вот. Обязательно ставлю градусник, смотрю, чтобы температура воды достигла 25-26 градусов. И кладу нагреватель воды, чтобы он побыстрее водичку нагревал. То есть у меня нет возможности отстаивать 60 литров воды, ну вот отстойной. Поэтому я водичку набираю непосредственно из-под крана. Также усиливает процесс обогрева. Обычная лампа, которая вот я сильнее вот сейчас вот так вот наклоню. Вот так вот. Она начинает обогревать тоже. Это лампа УФ. Эта черепашка нужна для усвоения пищи, для усвоения кальция. Вот темною с лодкой. Смотрите, видите, как прям ревется. Чак, ну потерпи немножко. Вот, кстати, хотела вам показать, каких она у меня размеров достигла. За год я ее купила в июле того года, совсем малюсенькая. В июле ей был год и получается два месяца. А сейчас у нас уже октябрь. Это сейчас вам скажу август, сентябрь, октябрь. Это ей где-то примерно год и пять месяцев. Вот, ну ой, сладко. Она мне разрешает ей шейку чесать. Она уже не кусается, как раньше. Не открывает свой ротик. Она знает хозяйку меня, кто ее кормит вкусненьким мясом. И вот ждет, когда я ее запущу в ее домик. Хотя, Пуша, потерпи, моя лапочка, потерпи. Мои хорошие, как часто я меняю воду и чищу все принадлежности в акватеррариуме? Это где-то раза в две, в три недели. Если сильно запускаю, раз в три недели. Но лучше этого не делать. Лучше раз в две недели полностью менять водичку. То есть все доставать, промывать обычной губочкой, без всяких средств. То есть берете обычную губку, сейчас вам покажу. Самую обычную, которую мойте по сутку. Все, взяли. Но ничем ее, как сказать, никакой жидкости в нее не добавляйте. Обычно губку просто протираете стенки от акватеррариума, камешки промываете, без всякой жидкости для посуды, без мыла, без всего. Чтобы не нарушалась вот эта вот микрофлора, которая уже устоялась там, в акватеррариуме. Все, промыли хорошо. Можете еще горячей водичкой хорошо это все дело промыть. Именно прямо кипятком из-под крана. И заливайте свой акватеррариум обычной водой из-под крана. Только туда добавляйте примерно... Сейчас я вам скажу, сколько там перекиси водорода, трех процентов. Вот я ее покупаю в экспрессе. Где-то вот столечко я добавляю водички. То есть не половину, да, вот этого флакона, чуть меньше, на 60 киллитров вот этого вот аквариума. А для чего я добавляю перекись водорода? Для того, чтобы вот эти болезнетворные бактерии, да, вот именно, которые у нас вот в этой вот воде, которая идет из-под крана, они половина убились. Вот, конечно, все это не убьется, вот, но половина убьется. Поэтому быстро вот эта микрофлора опять возобновится, организуется. Тем более я не промываю никогда никакими мощными средствами. Чтобы быстрее водичка обогревалась, нужно включить фильтр. У меня самый маленький, самый простой фильтр, барбус, господи, он даже вообще не предназначен для такого объема. Но моя черепашка очень сильно любит. И за две недели как бы он вытягивает эту нагрузку. Мощного фильтра у меня нет, и пока я ставить его не собираюсь. Ну, вот эти тратить деньги лишние для чего. Потому что просто нужно вовремя менять воду, полностью менять воду через две недели. Этого будет достаточно. Ну, если вы хотите дольше содержать чистую водичку, то, конечно, нужен более мощный фильтр. Тепушка. Тепушка, моя лапочка, видите? Уже, как раньше, там не открывает ротик. Она уже знает, что мама ее берет. Вот моя лапочка, моя кровь, славится, моя девочка. Потерпи немножко. Вот сейчас водичка обогреется, и я тебя туда запущу. Ну, вот, в принципе, такое видео, мое, солнышки. То есть, раз в две недели нужно полностью. Я сливаю воду, беру обычную губку, беру обычную тряпочку. Все стенки вот этой вот губкой протираю, сливая воду до последнего, до самого низа. Протираю тряпкой обычной. Вот. И только потом уже заливаю воду из-под крана. И уже ставлю обогреватель, нагреватель воды. Так что, вот так, на солнышке. Всех люблю, целую. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И буду вам дальше снимать свои замечательные видео про мою любимую черепашку Тяпу. Да, Тяпушка?